Привет, друзья! Отбомбил я грудные и бицепсы. Еду с чистой совестью домой. Тренировка вся заняла 40 минут. Так что для тех, кто говорит, что невозможно нормально прокачаться, просто не умеют качаться. О чем сегодня речь? Сегодня без подготовки, просто из памяти буду рассказывать вам о том, чего не нужно никогда делать. В первую очередь, конечно, для того, чтобы сохранять здоровье. Итак, никогда, друзья, если вы чувствуете, что простыли, заболели, не нужно ходить в тренажерный зал. Во-первых, не стоит заражать других людей. Это раз. А во-вторых, не нужно вредить себе. Иммунитет и так понижен, а я уверен, что вы не выступающий спортсмен. Поэтому лечимся, сделаем добро только себе, своему организму, поможем ему восстановиться. Если уж вам так хочется позаниматься, растягивайтесь дома. Делайте хороший комплекс растяжки на все тело. Это поможет сохранить тренированность. Тем более, что медики буквально в недавних исследованиях показали, что если даже вы не тренируетесь две недели, но при этом ежедневно растягиваетесь, тренированность сохраняется. Можете гулять по улице. Но не приходите в тренажерный зал. Не нужно работать с железом. Не нужно своему организму создавать дополнительных проблем. Еще очень часто задаваемый вопрос. К сожалению, у большинства работающих людей, у студентов, он очень актуален. Это когда вы не успели поесть, и вот на носу тренировка. Чем бы так закинуться, чтобы съесть? Друзья, ничего не нужно есть. Лучше пойти на пустой желудок. Поверьте, особенно если у вас трудности с перевариванием. На худой конец можно съесть полбананчика, яблоко зеленое, или выпить немножко протеинового коктейля на воде. Но лучше этого не делать, поверьте. Потренируйтесь, а потом хорошенько поешьте. Во-первых, если вы придете на полный желудок, и у вас приседания, или становые тяги, да в принципе не важно. Ваши выхлопы будут мешать другим людям. И не всегда, я вам гарантирую, вы сможете сделать выхлоп так, чтобы никто это не услышал. А вдруг в зал придет девушка вашей мечты, или парень вашей мечты, а вы хлобыц и опростафилитесь на весь тренажерный зал. Будут потом про вас легенды сочинять. Не стоит. Ну а если серьезно, это нехорошо для вас, потому что желудок будет заниматься перевариванием пищи. А вы будете ему мешать тем, что будете создавать нагрузку. В общем, это нехорошо в любом случае. И не переживайте. Ничего страшного с вами не произойдет. Выпейте БЦА на воде, чтобы как-то психологически себя успокоить. Поверьте, ничего страшного в этом нет, как заниматься на пустой желудок. Это куда полезнее и эффективнее, чем заниматься на полный желудок. Лично я рекомендую есть за 2-2,5 часа до тренировки. А если вы кушаете, привыкли кушать плотно, то за 3-3,5. Особенно если у вас по графику приседания или становые тяги. Следующее. Особенно это касается девчонок, потому что девочки наши любят трогать себя за лицо. Никогда, когда вы приходите в тренажерный зал и занимаетесь, не трогайте девчонки себя за лицо. Вы не представляете, какую заразу вы можете занести к себе. Вы можете подхватить такое акне, от которого никогда не вылечитесь, которое оставит шрамы на вашем лице. Не нужно этого делать. Представьте, вы разгоряченные, поры раскрыты. И вы грязными руками, которые трогали гантель, плены, лавки. Особенно если это на территории бывших стран СНГ. Это никто не протирает. Никто никогда не следит за тем, чтобы сохранять чистоту. Не представляете, как много заразы. И еще очень важный момент. Вы видите, большинство девчонок, сейчас и много парней, ходят в зал в майках, в шортиках. Хорошо, если вы работаете со штангой, со свободными весами. Не садитесь в тренажер, не прикасаетесь открытым участком кожи к лавке тренажера. О, друзья, я знаю людей, которые подхватили такое окне, такую заразу, что потом вообще проклинали то время, когда решили пойти в тренажерный зал. Девочки, будьте очень внимательны. Если уж так хочется заниматься в открытой одежде, а я понимаю, что многие тренируются в залах, где нет кондиционеров, где жарко, тяжело, хочется в конце концов показать себя красивую. Не зря же вы тренируетесь. Носите с собой большое полотенце, такое, которое берете на пляж. И, что очень важно тоже, используйте его таким образом, чтобы только одна часть соприкасалась всегда с вашим телом, а другая была рабочая, соприкасалась с рабочей поверхностью тренажера. Очень удобно, когда есть рисунок на полотенце, и вы знаете, что рисунком вы, к примеру, кладете всегда на лавку, на тренажер, а телом касаетесь того места, ложитесь на то место полотенца, где нет рисунка. Отнеситесь к этому очень серьезно. Тем более, что, насколько я знаю, в странах, в Украине, в России, в Казахстане нету возле каждого тренажера, как это в Америке, ну и в Америке тоже не везде, бутылочки распылителя с антибактериальной жидкостью. И маленьким полотенчиком. Но все равно, представьте, вот у меня свой зал здесь большой, да, в Америке. Мы тоже не так часто меняем, хотя стараемся это делать, полотенчика. Но все равно 2-3 раза кто-то вытер, и потом в следующий раз все равно уже это полотенце по сути наверняка размазывает одни и те же бактерии по лавке тренажера. Это очень важный момент, который может сохранить вам огромное количество времени, денег, нервов. И кожу вашу, самое главное, сохранить чистой. Потому что когда на нашей коже прыщи, а тем более если акне, каким бы мы здоровым не были, если речь идет о парнях, и насколько сексуальной фигура наша не была, если мы девочки, не хочется показывать обнаженное тело, потому что это неэстетично. Поэтому, девчонки и мальчишки, думаем, думаем, всегда головой то, что мы делаем. Что еще я не рекомендую делать? Не рекомендую делать наклоны с гантелей, с блином, с кирей в стороны. Это уже касается тренировочного процесса. Вот эти упражнения с гарантией, девчонки, расширят вашу талию. Никакие приседания, никакие становые тяги в сравнении не идут с тем, как, выполняя вот подобные упражнения с отягощением, вы расширяете свою талию. Это беспонтовое, никому не нужное упражнение. Поверьте, косые мышцы живота, пресс тренируется лучше всего, когда вы приседаете, когда вы делаете становую тягу. А многие еще любят в экстензиях для спины, в России это называют гиперэкстензиями, встать боком и делать еще эти наклоны боком. Друзья, не нужно. Если ваш тренер вам это дает, просто откажитесь это делать, а лучше идите подальше от этого тренера. Он ничего не понимает, ни в чем не разбирается. Очень важный момент, девчонки. Особенно это касается вас, потому что, как я вижу, в основном это любят тренера, фитнес-выкидыши давать девчонкам. Различные тяги, выпады, приседания, скрестные шаги с отягощением. Ни в коем случае не нужно этого делать. Это все смещает нагрузку на одну часть позвонков нашего позвоночного столба. Для чего? Тем более, что работая в таких движениях, вы все равно работаете с меньшим весом, чем если работали бы в обычной, грамотной, спокойной технике. Чем проще, это касается и парней, и девчонок, тем лучше. Не изобретайте велосипед, тем более, если у вашего велосипеда квадратные колеса. Зачем? Зачем? Это делается, повторяю, только для того, чтобы показать, насколько я такой крутой тренер, много фишек знаю. Да нет в этом никаких фишек, кроме как ездить нам с вами по ушам, чтобы мы думали, ух ты, как классно, какой грамотный тренер. Буду-ка я ему платить за индивидуальные тренировочки. Ведь наверняка это еще преподносится так, как это нужно тебе, потому что у тебя вот такая фигура, тебе нужно поработать над этим. Нет. Чем проще, тем лучше. Запоминайте, это правило относится везде. И к тренингу, и к жизнью, и к питанию. Никогда, друзья, вы знаете, не стоит есть быстрые углеводы утром и вечером. Это основное правило. Если вы так уж не можете жить без фруктов, делайте как-то это в середине дня. А лучше, единственное время, когда это полезно, действительно полезно, и будет направлять все питательные вещества не в жировые клетки, а в мышечные, делать это сразу по окончании силового тренинга. Вы знаете, что инсулин это самый мощный гормон, по имени того, это транспортный гормон, который хватает питательные вещества и развозит их по клеточкам нашего организма, в том числе в мышечные и в жировые. Но образ жизни современного человека, современное питание так устроено, к сожалению, что мы сами все делаем так, чтобы инсулин хватал питательные вещества и запихивал их в жировые депо. А потом удивляемся. Вроде бы я правильно питаюсь, вроде бы я слежу за колоражем, БЖУ, различные горочки делаю. Почему же я полнею? Это одна из причин, друзья, несоблюдения правил инсулина. Назовем их так. Лучше всего, конечно, это описано в моей статье. А еще лучше, если вы почитаете первоисточник, это Лайл Макдональд. Один из самых известных американских диетологов в современности, у которого, кстати, очень много звезд, шоу-бизнеса, киноиндустрии и, естественно, спортсменов берут консультации. А вот вам бесплатная консультация. Не забывайте, что все это очень хорошо и подробно расписано в моих книгах. Для мужчин отдельно, для женщин отдельно. Особенно, если вы инструктор, особенно, если вы тренер или просто тренирующийся человек и хотящий, стремящийся понимать, что, для чего он делает, как, когда и зачем. Обязательно купите их. Они очень дешевые. Напишите мне в личку, я скажу, как это сделать. 25 долларов всего каждая книга стоит. Но это кладезь информации, друзья. Это не реклама. Серьезно, почитайте отзывы тех, кто уже приобрел эти книги. Это квинтэнсенция всех моих практических знаний, опыта. И немножечко теории. Куда же без теории. Постоянно читаю, изучаю все. Несмотря на то, что закончил университет на факультете физической культуры и спорта. Все равно самое главное, не устану это говорить, это самообразование. Если мы не хотим учиться, то никакой учитель нас ничему не научит. Очень важно это понимать. Поэтому и написаны были эти две книги о том, как грамотно тренироваться, питаться первые два года, как минимум. Отдельно для парней, отдельно для девчонок. Как грамотно подойти к тому моменту, когда вам нужно уже будет подключать периодизацию в ваш тренировочный цикл. А периодизация, вы знаете, это единственно правильный, грамотный путь для натурального тренинга, как для парней, так и для девчонок. Кто бы что ни говорил. Еще, друзья, никогда, если вы не выспались, если вы не спали, не стоит идти в тренажерный зал. Дайте себе лишний денек, отоспитесь. Иначе вы только навредите себе. Серьезно, это проверено уже не раз. Лучше не поесть, чем не доспать. Вот если вы не доели один раз, да, там два раза в течение дня, ну, имею в виду, что это было разово в течение недели у вас, не страшно, вы можете спокойно потренироваться и даже будете удивлены порой, что сил у вас прибавилось, а не уменьшилось. Это нормально. Но, если вы плохо спали, не доспали, никогда тренировка не пойдет на пользу. Никогда. Отдохните, поспите. К сожалению, нельзя ни наесть вперед, ни наспать вперед. Не устроен у нас так организм. Хотя, если мы пытаемся, а даже и не пытаемся, кушаем лишнего, организм откладывает это все. Якобы, наперед. Но потом, вы знаете, да, очень сложно из этих депо, неприкосновенно с запасом достать эти питательные элементы. Нам приходится затрачивать огромное количество усилий, как физических, так психологических и эмоциональных. Нам это нужно? Не нужно. Вот такие, друзья, советы вам, которые пришли мне в голову, повторяю, я просто не готовился к этому, а нужно будет наверняка написать отдельную статью, а потом сделать и более полноценное видео. Кстати, если у вас есть тоже какие-то советы, рекомендации, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, чего никогда не нужно делать. И я обязательно их включу в свою статью и в последующий видеоролик. Спасибо, кстати, вам за то, что присылаете интересные вопросы. Они впоследствии становятся темами для статей, для видеороликов. Самые интересные, естественно, в первую очередь. Не забывайте, что да, друзья, практически 99% присылаемых, задаваемых вами вопросов уже были написаны ответы на них и в моих статьях, и рассказаны в видеороликах. Кстати, еще один совет. Никогда, если вы даже приверженец классического кардио, не делайте кардио как кардио-тренировку после силовой тренировки. Это как раз таки заставит инсулин направлять все питательные вещества в жировые клетки, а не в мышечные. И не забывайте, что если вы натурал, то классическое кардио в первую очередь будет забирать энергию из мышц. То есть, будет расщеплять мышечные волокна, нежели жировые. Нам это не нужно, это будет только ухудшать процесс. Лучше следите за питанием и грамотно тренируйтесь в силовом стиле. Ну ладно, друзья, не буду вас больше грузить. Спасибо, что смотрите мои ролики. Спасибо за то, что благодарите меня репостом и лайком. Даже дизлайком. Все это помогает развиваться каналу и это лучшее, что вы можете сделать, отблагодарив меня и мой канал. Денег с вас я за это никогда не прошу. И не забывайте, кто достиг уже силовых тестов и мужчины, и женщины, и парни, и девушки, нужно вступать в мою закрытую группу. это избавит вас от огромного количества затрат временных на изучение темы, как тренироваться по принципу периодизации, основанного на различном типе мышечного волокна. Поверьте, я сам очень много времени потратил на это. Потратил неправильное слово, потому что все-таки это пошло на пользу. А вы получаете один раз оплатив вступительный взнос за то, чтобы пойти в группу, получаете уже все на блюдечке. Каждую неделю, в конце каждой недели вы получаете программу тренинга на новую неделю, как раз-таки рассчитанную на принцип периодизации по различному типу мышечного волокна. Тренируем мы с вами все, и силу, и выносливость, и гипертрофию, причем отдельно для каждого типа мышечного волокна, прорабатываем все мышечные волокна, и окислительные, и промежуточные, и гликолитические. А тот, кто максимально затрагивает мышечные волокна, и максимально хорошо развивается, потому что это глупость считать, что окислительные мышечные волокна не способны к развитию силы, к развитию гипертрофии. Это все чушь. О чем я с вами постоянно говорю, и что доказывают мои ученики, и я сам тренирую все типы мышечного волокна. Особенно это полезно не химикам, а натуралам. Да, друзья, если вы натурал, то вам просто необходимо циклировать свои тренировки, и каждую новую тренировку проводить новую тренировку на одну и ту же мышечную группу, проводить на разный тип мышечного волокна. Это гарантирует вас, застрахует вас от перетренированности, вы в принципе никогда не впадете в застой, и будете постоянно, постоянно прогрессировать. А что может быть лучше? При этом сохраняя здоровье, сохраняя хороший положительный настрой к тренингу, настроение, не будете утомляться, потому что не будете перегружать центральную нервную систему. В общем, один сплошной кайф. И что самое интересное, каждая новая тренировка, даже если вы тренируетесь уже, как я, больше 25 лет, будет просто вызывать у вас жажду. Вы захотите тренироваться, как это было, когда только начинали тренироваться. А что может быть лучше? Ну ладно, друзья, пора и честь знать. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока!